Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достигла закона праведности. Если будем считать от Адрама, это практически 2000 лет, от Моисея 1600 лет. Израиль искал праведности. Речь шла о 600 заповедях. Которые человек должен был исполнять, чтобы получить праведность. То есть постепенно накапливает потенциал праведности. Вот притча, выведенная Христом. Зашли два человека в храм помолиться. Оба еврея. Один махнул рукой на праведность свою. Он ни одного слова в свою защиту сказать не мог. Единственное, что мог говорить, будь милостив ко мне грешим. Погиб я, пропал, безвыходно. А второй много имел за собой корабль, груженный добром. Два раза поститься в неделю. Откуда они это взяли, никто не знает. И один толкователь. Ну, готовые православности до пятницы. Даже не надо переводить-то ничего. Все к одному. Десятину платит. Но десятину нас сегодня не решили сплотить. Свечки. Там, десятикратном размере дороже. Все равно уходит туда десятина. Но главное, достоинство его. Что он считал сам себя настолько праведным. Я не такой. И всех перечислил. То есть он их не первый день видит. Как прочее. Что кается человек. Что он уже не тот. Он этого ничего не видел. Ну, это древние евреи над евреем там извались. Сегодняшние фарисеи намного хуже. Над этими фарисеями еще другие фарисеи. А этим фарисеем не решают даже в храм прийти православным помолиться. Суд-то вот в чем. И сами не приходят. Так дальше фарисея стояла. Сегодняшний фарисея даже не идет в храм. Он судит там, за пределами где-то. Когда начинаешь смотреть на эту праведность еврейскую, она никуда не делась. Возникновение это монашество было не на пустом месте. Перед этим прошли евреи. Они искали праведность от закона. Я уйду в пустыню, все, брошу, уйду и чем дальше лучше. Залезу в дебри, на пустыню, на вершины горы. И там буду одним корешком неделю питаться. Один финик на месте растяну. Вот это самоправедность. И она не сегодня установилась-то. И бросили с этой праведностью фактически на две тысячи лет. Вызов Богу. Считаю снова. Что же скажем на это? Прямо вопрос стоит. Сказать-то нечего. Я одно могу сказать. Евангелия не было. Со Христом не встречались и не знали. И вывели какое? Лозунг вывели. Твердый. Самый плохой монах, лучше, самого хорошего мирянина. Имеется в виду христианина. Да ведь до этого и евреи не дошли нигде. Если Ахиор обратился, принял признание в книге Удив. Они его приняли, написано, расцеловали, пересвященник и все. У евреев было одно только. Праведность заключалась в самопревозношении ни с кем не значим. Четвертая книга, Сарс, 17 глава. 35 стих. Считаем, как образовалась Самария. Посторонние народы, другие завоеванные были переселены на их место, а те выселены. А потом священник одного дали на всю округу, и он приходил и учил этот священник. Но они чтили Бога и Его, чтили своих богов. Вот эта самарянская смесь от коктейлей дожил до времен Христа. Но, ознакомившись с религией Бога и Его, некоторые очень страстно желали быть праведными. Но выхода не было. Евреи, их приучили к одному. К нам не приближайся, чтобы ближних двух метров не было. Не дай Бог ты разговариваешь, слюна на меня попадет. Ему 40 метров палка за этой евреей будет-то. Он оскорился слюной. А вот когда это встретилось, самарянка со Христом, то мы не видим за 700 лет ни одного праведника, который отвергался самарянку. А самарянка вошла в число 8-3. Все перевернулось. Ведь сегодняшние вот эти великорецкие ходы, крестные ходы, что с ними, у них интервью, и зачем? У меня дождь больная, сын наркоман, пьяница. Надо, я пойду и мозоли набью, я там похожу месяц, и может быть как-то Бог услышит. Да сегодня мы считали, что Господь похвалил веру того, кто даже Христа домой не пустил. А только скажи это слово. Ведь все эти путешествия в Киев, к мощам, все это неверие. И оно уже заложено было иудеями. Что же скажем? Вопрос стоит, что же скажем? Павел развел как бы руками. Иудеи не достигли праведности. Как я благодарен русскому канонизированному святому Феофану Затворнику, который сумел сказать то, что мой язык не мог сказать, да мне бы никто и не поверил, что благодать-то благодать, да она еще раскладывается на три части, на три ступени. Это он сказал. Игнатий причинил это в умни, пришел и искал праведность от закона. Он самый настоящий иудейский дух имел. А Феофан Затворник увидел, благодать спасает, благодать. И она из трех шестей. Первая призывающая проповедь. Проповедь. А вторая от нас не зависит. Благодать обращающая. А теперь иди в церковь Христову, не в секту. Благодать освящающая. О Феофан. Одной этой правдой ты оправдал святую жизнь. Он показал, что ему Бог это открыл. Во-первых, праведность зависит не от дел закона. А дела закона, а не у нас дела законные. Дела закона, что человек делает, они подтверждают, что ты с Богом. Они только подтверждают, больше ничего не делают. А я хожу в храм все время, я ни одной службы не пропускаю. Молодец. Я не перегурю. Пожалуйста, в руку космонавтов можешь записать. Ведь праведность зависит от Христа. Написано. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А как? Скажи в молитве сразу. Сейчас вот, пока ты здесь сидишь, скажи. Иисус Христос, умерший до грехи мира всего. Войди в мою жизнь, Господи. Займи мое сердце. Будь господином моим фластелином. Иисус, я принимаю тебя с твоими заповедями, с твоим духом святым. Живи со мною. О Иисус, добрый пастырь овец, помоги мне исполнить данные тобой заповеди. Заповеди, которые делают человека святым и чистым и праведным в твоей святости. А так, может, я в церковь не хожу, поповнили. Убли, Евангелие есть, я читаю. Не ворую, нет. Все правильно рассудил. Но праведность иудейская. Язычники-то не искали этой праведности. И получили, как она не приняла Христа. Они верой его приняли. Почему толпы язычников наполнили церковь, вызывая отвращение праведных иудеев. А потом иудеи остались в стороне, позади далеко, и оберили войну вере христианской. Сегодня уже показано документально, что на ровно огонение другие были вызваны еврейскими наветами перед императорами. Они приказывали христиан врагами отечества. Врагами нации. Врагами империи императора. Вот откуда слово враг народа идет. Что такое праведность? А Израиль искавший закон о праведности. Притом искал ни день, ни два. 1600 лет на установленные законы и не получили праведности. Вообразить нельзя. Миллионы людей утром вставали только одно. Как бы не согрешить перед Яковой? Как бы не нарушить субботу? И они выбили. Если весь Израиль до одного человека 2-3 субботы не нарушен, Мессия, Мышлях, обязан прийти. Он обязан просто, потому что святость достигла свечения. А Господь-то пришел, говорит, спасти не праведников, а грешников. Ты призови Господа и спасешься. В один день, сейчас, всякий, кто призовет имя Господне, всякий. Помяни меня в царстве. Он даже не думал, но имя мое, чтобы не исчезло. Как восстановить семя умершего бездетным. Чтобы имя, моим именем величался. От брата родится, а моим именем будет величаться. А Господь ему сказал такое, что ни один еврей допустить не мог. А кто он разбойник был? Надо думать, что еврей. Он потерял представление о жизни, для чего живет. И вдруг его осенило. Он праведник. За что же его убивают? За что он терпит такие муки? А мы по делам наши. Он бы не спригал. За судеб, может быть, запирался, в несознанку играл. А здесь он исповедовался. Вот не хватало следователей, чтобы все записать. Все, сознался. Помяни меня, Господи. Поверь, сегодня же ты будешь со мной в район. Сегодня ты будешь праведный и очищен. Вот для чего Господь дал церковь. Церковь – крещение. Человек сходит туда, как Златоуз говорит, влетает коршун, ястреб, а вылетает нежная голубка. Пятна барса уходят. И пивок меняет кожу. Бытие 15.6. Авраам поверил Господу, и обменил ему это в праведность. Поверил, что Бог будет с ним, что он не покинет, дарит ему землю. Поверил, что он даст ему сына. Богу надо верить. И надо себя все время проверять. Вот у нас сегодня ночью заболел человеку. Ну, бывает, заболел. Ну, я один увез. Наступлялись на машину те, которые вчера приехали. Уехали. Это неверие. А чем я уехал? Ну, половина машин пустых идет. А вы же нам не сказали. А чего же я буду говорить? Я размогу пробить ваше неверие. Да если ты для Бога пошел на край света, иди не думай, как возвращаться. Бог проложит путь. В один день. Серапион добирался 70 дней до Марка Фрачевского, до пустыни. А оттуда только шагнул и святой дом. А как я добрался? Не знаю. Как апостол на погребение Божьей Матери на облаках были принесены. Чего испугались? В среди ночи. Вы уехали? Нет. Вчера приехали, а сегодня никого нет. Такое торжество. Крещение человека, который долго добирался до этой ступени. В один день всех смахнуло. Это лучшее доказательство неверия. А правда только шофер, который повез больную. Ну и то еще с оговоркой. Если он будет говорить, прости меня, Господи, я вместо литургии дал, сходи там где-то еще. Вот оно где, праведность во Христе. Я тебе, Господи, верил все. А если я верил все, мне уже не надо, ни о чем этом заботиться. О чем люди мира сего тревожатся. Мы сегодня слышали апостольское чтение о праведности даром Бога. Праведный человек или неправедный? Определяется вера на Христа. Кровь Иисуса Христа омыла нас от всякого греха. Ты можешь молиться день и ночь. Ты можешь стоять в алтаре. Купить большую бочку, но полной святой водой и не вылазить из этой бочки. И прямо из бочки в ад пойдешь. С причастием в ад пойдешь. Если ты не имеешь крепкой веры во Христа и Ему не доверился. Причастие не спасает. От Него многие больные мало умирают. Почему? Не доверились праведности Божией. А если доверился, а я верю, как попало поступать, не доверился. Потому что я и Отец придем и обитель сотворим. У меня хозяевами будет Отец и Сын. Как просто все. Там в законе 6.25. И в этом будет ваша праведность, если мы будем стараться исполнять все свои заповеди перед Иисусом Господа, Бога нашего, как Он повелел нам. Но мы получаем праведность во Христе, и Он нам дает силы эти заповеди исполнять. Ты должен на другом уровне и чувствовать. Вот появился она деревня человек и счастливец. Всем известно. Не останавливайтесь и не разговаривайте с ним. Он будет только заражать вас. Ты сотвори молитву, пройми мимо. Не приветствуйте. Приветствующий его участвует в злых делах его. Как это не понять? Если ты праведный, ты береги свою праведность. Написано, гнушай из даже одежды его. Значит, твоя одежда такая же, ты не боишься? Ты ради интереса подходишь. Написано, отскочи, как от змея. Сотвори молитву, перехрестись, откреси его крестным знамением. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Храните праведность, даруемую нам во святом крещении. В благодати освящающей, что мы находимся в истинной православной церкви. Церковь подчеркивает постоянность. Человек, который в церкви, вне церкви. Третья часть литургии оглашенная, изыдите. И трижды возглас. Сегодня кое-где, да в многих местах в церквах исключили это. Почему? Они знают, кто оглашенная. Вообще исключили. А раз исключили, значит литургии нет. И никто не скажет, то ваш пуст. Литургия подготовительная проскомедия, к литургии верных, которая идет. Ради литургического канона, когда священник воздымает руки. Когда хлеб превращается в тело Господнее, благодать освящающая. И наконец поняли, что ничего нет, и просто если слова все стали выбрасывать в храме. И как будто не видит ни патриарх, никто. Тьма сгустилась. Написано, мрак сгустел. Праведности Божьей недоверенности. А кого мы будем изгонять? Да никого сам уйди. За собой всех выведи, храм закрой на замок. И там начинаем в ограде проповедовать. Познакомь людей с Иисусом из Назаретаса, рожденному Девой Марией. Познакомь, что Он грехи мира взял на себя и твой грех. Чтобы люди поверили, что кровь Иисуса омывает от всякого греха. Притом не 10 дней омывает, а сразу. Но как ты их призовешь? Второзаконие 9, 4, 5. Когда будет изгонять их Господь Бог Твоя от лица Твоего, не говори сверсту Твоем, что за праведность мою придет у меня Господь овладеть этой землей. Не за праведность. За наше доверие. Мы поверили Богу. Бог неозырно смирил сердца начальствующих, губернатора. Дали регистрацию, подверили электришество. Это все сплошное чудо. Что храм Божий. Что нас терпит епископ. Мы практически признали патриархию, не входя в нее. И к нам митрополит Илларион расположен. Все это не за праведность нашу. Не за то, что мы знакомы близко с ним. Бог. Бог знает наше тайное стенание. Как мы желаем остаться неповрежденными. Наполнимся там благодарностью Богу, что Дух Святой побуждает меня сказать. Ведь сегодня, если бы люди верили истинно в Бога, они бы местных башков не строили. И к Серафиму стекается вся Россия. Серафима – это местный бажок. Я себе вам недостатков никаких не писал. Один из представителей элиты, церковной Иоанн Кронштадтский, писал в дневники. Да какой же он благословенный. Мы через дневники только узнали, какие страсти его мучают. Он переживал за митры задымленные. Я, говорит, разгневался на женщину, неправильное ребенка поднесла. Но у него была глубочайшая вера. Но я помолился Господу. И мне далеко стало на душе, и я почувствовал, как все просветлело. Иоанн Кронштадтский дневниками оставил нам больше, чем сегодня тысячные крестные ходы. Я такой же, как все. Я страстный человек. Но он уповал на Бога. Ночь моя, роса божественной благодати. Осини душу мою, ой меня. Он постоянно вопиял. Он не написал больших трудов никаких. Никаких произведений. Его дневники это сокровища. Где он ничего не скрывал. Он представил перед нами такой, как есть, обыкновенный батюшка Иоанн, которого топтали. Которого давили священники. Книга Иоанна 33, 26. Будет молиться Богу, и он милостив к нему с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Ты только возопи Господу и скажи, Владыка, потерял я. Верни. Притча 11, 19. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти. Вопрос, что такое зло? Самое главное зло неверие. Отступление от смерти. И ты, Христов, от нему лишь члены тела мое и сделаны членами блудницы. Потому что мои члены все принадлежат Христу. Просто вопрос. Что бы ты ни делал, став себя в позицию принадлежности к Богу. Это мое. Но оно не мое. Твои дети, они не твои. Твое умение в технике разбираться, это не твое. Тебя Бог возлюбил, тебе так дал. Тебя расположил в сердца людей, дали тебе работу. Это Бог мой. Не то, что ты умеешь с людьми сходиться, такой ты за панибрата. Нет. Потому что Бог любит тебя. И Он дал тебе праведность. Ты можешь никакой в церкви. Но в глазах мира ты все равно отличаешься. Не потому, что не пьешь, не куришь. А и вид твой, и с бородой, и в поясе. Это все будет говорить о том, что внутри тебя от Бога очень много. Исаия 64.6 Все вы сделались как нечистые. И вся праведность наша, как запачканная одежда. Вот Израиль пришел к этому. Исаия им показал. Вы считаете себя праведными? Да вы даже одежду ни разу не постирали. Вы грязные. Я услышал даже другое. По одного святого. Может быть, этот он уже взял из воображения своего. Вся наша праведность, как подвязка нечистой женщины. А когда задумаешься, так избавим от крови, Боже, Боже, спасение моего. Какая же тут праведность? И чем надмиваться? Как превозноситься, что моя молитва выше другой, нельзя молиться? Признаешь Святую Троицу? Благодарение Богу. Да и аминь. Никогда не спеши со словом еретик. Ты можешь похвалить Духа Святого. Ты будешь богохульником. Где люди славят Бога, а ты скажешь ересь, сектанты и еретики. Я ни на одного священника не могу сказать, что нет благодати там. Он против нас воюет. Он клевещет. Он не знает, что говорит. Совершенно безумные слова. Церковь не объявила ее еще безблагодатным. Я умолчу. Я знаю только, он не прав. Иезыки Илья 14, 14. И если бы нашлись все земли, три мужа, Ной, Даниил и Иль, то они праведностью своей спасли бы только в своей души, говорит Господь. Не сиропим, никто нас не спасет. Вот образец. Праведность наша от Христа. Вот как только человек обратился к Богу, принял хрещение, он святой. И паэр пишет письмо и говорит, избранным, святым. А дальше перечисляет, у вас есть грех, которого даже в мире нет греха. Так ты кому паэр пишешь? Святые или грешники? Отдельные люди, грешники впали в грех. Но они были святы еще с утра. Иезыки Илья 33, 18. Когда праведник отступит от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. Значит, праведность его Христе большая опасность для жизни плотской. Надо с утра и до вечера помнить это. Ящадо Божие. И Бог может не потерпеть, а просто убить за отступление от него. Матфея 5, 20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжек и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Христос очень часто говорил о праведности. Наша праведность должна быть превыше всего. Она во Христе. Тебя спросят, если ты праведный? Да, несомненно, я праведный. Почему? А я был в храме, получил благословение священника. Я молился. Я верю. Христова кровь омыть сильна нечистоту порока. И отойдет от вас вина, как запад от востока. Римлянам 10, 3. Ибо не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Это в чистом виде все относится к монашеству. Римлянам 10, 4. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. 10 стих. Сердцем верует в праведность, а устами исповедует ко спасению. Ты можешь быть праведным, но не спасенным. Если ты будешь сидеть. Человека не загонять надо куда-то отдельно освидетельствовать. Поддерживать связи с юридиками, писать им письма. Благословены твои руки, которые напишут святые изречения святых артов и каноны. Тем более у нас есть возможность позвать им книги противосектантские. Успевайте делать это. С кем вы знакомы, переписывались, держите их все время в списке тех, за кого молитесь. 17 стих. Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость к святому духе. 2 Хоринска 6, 14. Не преклоняйтесь под чужое вермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием. Вы знаете, человек, как ученый в церкви, продолжает творить беззаконие. Не разговаривайте, не приветствуйте, не здоровайтесь. Иоанн очень заботился о праведности и говорит, приветствующий его, участвует в злых делах. А я даже не знаю, участвует. Ты отвернись от него. Пройди вимо. Сотвори молитву. Премудрость Соломона 1, 15. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. И 8, 17. Если кто любит праведность, плоды ее, суть добродетели, она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезней которых нет ничего на свете. И примудрость Соломона 15, 3. Знать тебя, мудрость, есть полная праведность. И признание власти твоей, Господи, корень бессмертия. Хвалящееся написано. Хвали с Господом, что знает Господа. А как знать его, что он умер за нас? Знать Господа, это поверить, что наши грехи он взял на себя. Поверить, что Господь говорит, приходящего ко мне не изгоню. Он никогда не говорит, что я не достоин. Бог вынес другой вердикт. Любой, приди ко мне. Воззови ко мне, я услышу тебя. Если кто обращается от праведности ко греху, то Господь уготовит того на меч. Как надо бояться этого? Лучше бы не познать пути правды, нежели возвратиться назад от Господа, от преданной заповеди. Это как свинья идет валять всем грязь, и как пес, который изблевал, а потом идет сожрать. Итак, мы прибегаем к праведности, которые от Господа, через благодать, которая нас призвала, мы поверили в Слово Господа, которая обратила нас и привела сечкой православной церкви, да сохранит нас Господь, чтобы таинство принимать нам. Неукоризненно, безгрешно, свято. Аминь.